ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Дороги в начале весны небезопасны, напоминает ГИБДД. Растаявший днём снег ночью при отрицательной температуре превращается в лёд, что чревато заносами и съездами в кювет. Это необходимо учитывать, особенно если вы отправляетесь в дорогу рано утром. Единственный выход, говорят автоинспекторы, соблюдать скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и не совершать резких манёвров. ТРАССА СТО ОДИН Силовые ведомства поддерживают законопроект Министерства внутренних дел об ужесточении ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. МВД предлагает отправлять пьяниц за решётку на срок до трёх лет, сейчас максимум два года. Также речь идёт об увеличении штрафа с 300 до 500 тысяч рублей. Среди других вариантов наказания – запрет на занятие определённой деятельностью сроком до шести лет. ТРАССА СТО ОДИН Только каждого двенадцатого российского автомобилиста полностью устраивают дороги там, где он живёт. Каждый шестнадцатый считает, что передвигаться на автомобиле в его населённом пункте практически невозможно. Результаты опроса опубликовало издание «За рулём». Больше всего дорогами довольны жители Северного Кавказа, Урала и Центральной России. Почти что каждый второй респондент отметил, что за последние три года качество автотрасс улучшилось. ТРАССА СТО ОДИН Hyundai Solaris, Lada Largus и Volkswagen Polo – вот тройка автомобилей, которые чаще всего после ДТП не подлежат восстановлению. Перечень составила одна из известных страховых компаний. Также в пятёрку вошли Kia Rio и Renault Logan. То есть, чем популярнее модель, тем чаще она светится в сводках серьёзных автоаварий. Что касается городов, где этих аварий больше всего, то это Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. ТРАССА СТО ОДИН Компания Audi не будет больше разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. Главной своей задачей немцы видят сейчас адаптацию существующих моторов под экологический стандарт Евро-7, который начнёт действовать в Европе с 2025 года. А к 2035-му Audi и вовсе откажется от выпуска ДВС, сосредоточившись полностью на электрических силовых агрегатах. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН